Приветствую всех, кто смотрит канал видеоэнциклопедия Гориос Арам. Меня зовут Ким Герман Николаевич, я доктор исторических наук, профессор, директор Центра краеведения Казну имени Аль-Фараби, но в настоящее время являюсь профессором-исследователем Центра Юго-Восточной Азии, университета Киото. Сегодня я хотел бы продолжить наполнение плейлиста мини-лекции. Хотя, когда видеосюжет размещается на YouTube, то можно выбрать несколько плейлистов, на которых будет он размещаться, в поисковой системе имеется в виду. И у меня среди множества плейлистов есть также два, с которыми соотносятся с нынешней темой мини-лекции, а именно корейские деревни на Дальнем Востоке и корейские колхозы в Центральной Азии. Но на самом деле была запланирована одна вступительная лекция, которая бы называлась «Поселенческие структуры корейцев России, Советского Союза и постсоветского пространства». Ну, потребуется еще время, чтобы эту лекцию подготовить. А то, что касается темы сегодняшней мини-лекции, то она была подготовлена в виде доклада. И есть также и статья, опубликованная в Корее, но, правда, на русском языке, и она называется «Синанчон. Прототип кореоталма в России». Значит, «Синанчон» – это слово корейское, состоит из трех частей. Он на русский язык переводит как «новокорейская слободка», «корейская слобода» и иногда «корейская слободка». О ней, надо сказать, об этой слободе или о городском поселенческом районе корейцев Владивостока есть упоминание во многих книгах и статьях о корейцах России, СССР и СНГ на русском и иностранном языках. Но отдельного специального исследования еще нет, за исключением небольшой статьи южнокорейского профессора Бан Бен Юля. И надо сказать, что к юбилейной дате 150-летия добровольного переселения корейцев в российские пределы в газетах, в журналах, на веб-сайтах российских появилось несколько журналистских статей о корейке. Так еще и ее называли в простореющей на русском языке вот в конце XIX века. Сведения о корейской слободе, которые остались в революционных изданиях, они скудны, фрагментарны, но и противоречивы. Вот что писал, к примеру, о корейке начала XX века Граве Николай, известный автор по Дальному Востоку и о народах Дальнего Востока. Внешний вид этого квартала ужасен. Узкие грязные улицы преобладают маленькие дома корейского типа, построенные внутри дворов с глинобитными стенами. Кое-где попадаются дома русского типа, принадлежащие более зажиточным корейцам. Санитарное состояние слободки так же ужасно, как и китайская часть города, что совершенно необъяснимо, так как корейцы по натуре чистоплотны, и внутренность их жилищ в деревнях поражает своей аккуратностью. Предполагается, что в архивах России хранятся где-то в каких-то фондах невостребанные документы о Синанчон. Вероятно, какие-то сведения, упоминания содержатся в корейских и русских древолюционных газетах и журналах до революционного периода или первых лет советской власти. Возможно, есть также какие-то и необнаруженные фотографии тех далеких годов, прежде всего сделанные иностранцами, побывавшими в Владистоке в период с конца XIX века до первой половины XX века. Но такие фотографии, на самом деле, как раз-таки мы имеем на сегодняшний день. То есть фотографии, сделанные иностранцами. Таким образом, можно предполагать, что первоочередная задача состоит в первую очередь в поиске новых источников и материалов о Синанчоне. Однако, на мой взгляд, задача гораздо серьезная и сложная. А именно, нужно определиться, какие используют методологические подходы, теоретические принципы в изучении этнического анклавного образования в урбанизированной среде иноэтнической, разумеется. Применим ли в исследовании Синанчона принципы исследования этнических гетто? Гетто, понятно, что это такое, но напомним, что это относительно сегрегированные городские ареалы. Или же рассматривать историю корейской слободы через теоретическую призму контактных зон, которые сталкивают, начинают взаимодействовать люди разных цивилизаций, культур, языков и вероисповеданий. Слово «гетто», как правило, увязывается с районами, городскими кварталами, где проживают афроамериканцы. Хотя современные гетто могут быть населены и выходцами из Латинской Америки, порт-ариканцами, мексиканцами и другими цветными меньшинствами. Но о их поселенческих структурах, анклавных городских, слово «гетто» редко упоминается. Точно так же, как, скажем, это слово неприменимо компактным городским поселениям китайцев. Это мы знаем, что во всех мегаполисах и не только Соединенных Штатах, но и во многих странах есть так называемые «чайнатауны». Есть и феномен кориатаунов, это прежде всего в Соединенных Штатах. Вот почему мы предлагаем рассматривать Сеначон как первый прототип вот такого вот, значит, кориатауна, возникший намного раньше на российской территории, чем в американской области. Годы понятия «контактная зона» используются чаще антропологами и социологами. Причем приоритет введения в научный оборот этого научного термина приписывается Мэри Луис Пратт, профессору Нью-Йоркского университета по испанской и португальской сравнительной филологии. Впервые в 1991 году на конференции современных языков Modern Language Ассоциации современных языков она презентовала вот этот вот теоретический концепт контактной зоны. И под этим термином имела в виду, что контактная зона это пространство, в котором культуры встречаются, сталкиваются, сцепляются друг с другом. часто в контексте весьма асимметричных отношений власти, таких как колониализм, рабство или их последствия. Поэтому сначала термин использовался в контексте литературоведческой теории, то есть филологии. Однако вскоре он был экстраполирован в обширный дискурс многих социальных и гуманитарных наук. При этом парадигма контактной зоны претерпела существенные изменения. Важно отметить ее наиболее существенные составляющие элементы, а именно совместное проживание разных этнических групп, длительность исторического периода, неоднородность культур, религий, языка, менталитета и размытость внешне разграничительные черты. Вот концепт контактной зоны приемлем в случае с Инанчоном, и так как он имеет многоуровневый характер, так как отношения между русскими, корейцами и другими этническими группами складывались и развивались во всем городе Владивостоке, беря шире в Приморье, а еще масштабнее на русском Дальнем Востоке. Не зная о том, как происходили межэтнический контакт на более низком уровне, невозможно адекватно понять в сущности черты отношений между двумя или несколькими народами, проживающим на более высоком уровне контактной зоной. Понятие контактной зоны примитивно корейцам России впервые исследовал профессор Рос Кинг, признанный научный авторитет в области корейской лингвистики и внесший большой вклад в изучение коре-мар языка российских советских корейцев. Однако его исследование касалось контактной зоны не в городском поселении, а в сельском на примере села Благословенное или Сомали в Амурской области. Существование и взаимодействие этноса в контактной зоне происходит не только в пространственном измерении в рамках условно обозначенных территориальных границ, но и в каком-то временном континуем или отрезке, то есть в хронологическом измерении. И вот понятие хронотопа, то есть единство и многообразие и диалектики пространства и времени он должен служить одним из методологических инструментов в исследовании контактных зон, ибо они возникают по времени, развиваются и исчезают либо сами по себе или ликвидируются насильственным образом. Ну и начнем несколько, наверное, все-таки с Владивостока, да, где и возник этот городской этнический анклав или феномен, так сказать, первого корейского Корея-тауна. Владивосток. Владивосток, ну, с русского языка понятно, да, что он образован из двух слов от владеть и восток. Но город имел разные названия на других языках. На китайском он назывался Хайшэньуэй, что переводится как залив Трипанга. Вот как раз-таки залив, золотой рог, на берегу которого расположен Владивосток, он в былые времена знаменит изобилием Трипангов. Но китайцы, как и прежде, сейчас предпочитают называть его по-китайски город Владивосток. Японцы же в период Мэйдзи название Владивосток подобрали вот просто по созвучию иероглифы и звучит как Урадзио Урадзио и в переводе означает соляная бухта. В настоящее время вот иностранные топонимы в Японии записываются катаканой, то есть уже не иероглифами, потому что Урадзио это там значит два иероглифа соль и бухта. Так вот катаканы пишутся Владивосток как Урадзио Сутоку. А на корейском многие еще и старшего поколения корейцев СНГ помнят названием это Хасам. Хасами хотя Хасами и Хасам в переводе на русский язык означает трепанг. Ну а теперь то, что касается самого Синанчона. С самого начала корейской миграции Владивосток, а точнее корейская Слобода, Синанчон стали своеобразным хабом хабом миграции корейцев, центром общественно-политической жизни, образования, культуры, средств коммуникации и коммуникации с соотечественниками Кореи, Манчжурии и Приморье. Владивосток еще до присоединения Уссирийского края к России был занят русским военным отрядом и получил статус города в 1876 году. А в 1888 году вошел в состав Приморской области и превратился в губернский центр. С 1889 года Владивосток стал резиденцией вновь образованной Владивосток Камчатской епархии. То, что касается опять-таки Синанчона или Новокорейской слабодки, у меня подготовлена слайдовая презентация, поэтому, наверное, будет интересно не только слушать, но и смотреть какие-то старые фотографии, открытки и копии документов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok